Открытая студия Добрый день! Выслушать ваше мнение, если оно есть. Поэтому дозвоняйтесь к нам сюда в студию по телефону 99 45 45, если вы в Мурманске. И не забудьте подгороды, если вы находитесь в других городах региона, набирайте 8 715 2. Также мы принимаем ваши сообщения на WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8 921 708 2006. Лен, ну что, давай, наверное, начнем. Сейчас в лидерах по голосованию, по переименованию аэропорта Мурманск. В лидерах у нас находится Николай II. Давай мы объясним немножко позицию, почему коммунисты за или против такого наименования, и вообще какой позиции партия КПРФ придерживается в отношении этого переименования. Вообще мы считаем, что власть в своем стремлении переписать историю, особенно связанную с советским периодом, доходит до абсурда. Перед 100-летием города Мурманска было мнение, что хотят установить памятник, посвященный тем людям, которые предложили руку к основанию города Мурманска. Это вот решался вопрос, тоже был предложен к кандидатуре Николая II, либо его премьер-министра Сергея Витте. И сейчас вот опять общественно... А чем закончился тогда этот вопрос по поводу памятника? По-моему, к соглашению так и не пришли бы, потому что и в том и в том случае это все-таки деньги, так потому что вопрос по финансированию как бы остался открытым. И вот сейчас основа общественности, вот это вот перенимование аэропорта, причем вот я считаю, что здесь вот в первую очередь задействован именно административный ресурс, я не знаю там с какой целью, но если даже вот придерживаться истории, ну, Николай II, да, а какое отношение он имеет к городу Мурманску, да. То есть все-таки коммунисты не поддерживают эту идею, да? Или... Я бы даже не сказала не то, что коммунисты, я бы сказала просто мурманчане, вообще все мурманчане не в восторге от такой идеи. Я считаю, что перенимование аэропорта, дать ему название, а Николая II, это придать память, во-первых, тех людей, которые воевали в Великую Отечественную войну, да, тех, кто приехал впервые на Север, благодаря кому Север заработал, Север стал вот тем, кем мы сейчас его видим. Ну, я для наших телезрителей и радиослушателей сообщу, что голосование у нас проходит среди трех названий аэропорта. Это Николай II, Иван Попанин и Борис Сафонов. В лидерах у нас сейчас Николай II, за него проголосовало уже 55 199 человек, за Попанина проголосовало 50 237 человек, и за Бориса Сафонова проголосовало 10 696 человек. Лена, ну тогда вопрос такой, коммунисты планируют проводить какие-то протестные акции, подключать как-то общественность? Коммунисты не то, что планируют, коммунисты уже проводят эти акции. Ну, конечно, мы тоже, в первую очередь, подключили интернет-ресурсы, да, везде, на всех порталах, вот наши группы, на нашем сайте. Мы просим тоже людей, как бы, выразить свое мнение, проголосовать, вот, принять участие в голосовании, поддержать, ну, если вот так вот уже есть кандидатуру, поддержать кандидатуру Попанина, конечно, любую, но только не... У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем мнение. Алло, здравствуйте, как зовут вас? Меня зовут Сергей. Сергей, очень приятно. Сергей, ну, расскажите нам, завы переименований аэропорта... Вы знаете, я считаю, что есть ряд городов в России, которые переименуют не надо аэропорты. Это города-герои. Город-герои Мурманск, город-герои и так далее, и так далее. Города-герои переименованы или звучащий город-герой имени, или там кого угодно, назовите кого угодно, хоть Гагарина, хоть не Гагарина. Это теряется вообще весь смысл. Город-герой, он город-герой. Вот вам имя собственное. Вот вам имени кого? Город-герой. Все? Спасибо большое, спасибо, Сергей, спасибо большое за мнение. Ну, вот такие мнения у нас бытуют. Дорогие друзья, вы можете высказать свое мнение по телефону 99-45-45, дозванивайте к нам сюда в студию, обсуждаем сегодня вопрос переименования аэропорта нашего замечательного города-героя Мурманск. Завы или против? Мы очень хотели бы услышать ваше мнение. Лен, ну, вот такой еще вопрос. Какие бы названия предложили вы, если бы... Ну, вообще, я поддерживаю мнение предыдущего товарища. Да, вот коммунисты тоже изначально стояли на том, что Мурманск не нуждается, наш аэропорт не нуждается в семене названий. Вот как вот он стоял, Мурманск, Мурманск город-герой, и оно так и должно остаться. Никакие вот эти провокации нам сейчас не нужны. Хорошо. А какие вообще, в принципе, однопартийцы-то поддерживают эту идею? То есть все, и члены обкома, и горкома, они все поддерживают? То есть вы как-то пытались этот вопрос решать, наверное, уже на региональном уровне или нет? Да, конечно. Здесь мы едины, можно сказать. Ну, в общем, мнение едино, понятно. Тогда вопрос такой. Приходят ли к вам граждане вот в партию, да, обращаются ли, поддерживают или не поддерживают? То есть вот какое мнение слышите вы конкретно? По поводу переименования? По поводу, да, по поводу переименования. Ну, в основном, конечно, поддерживают. И в первую очередь, очень наши старожилы, да, вот, допустим, Владимир Горячкин, который стоял на состокоправлении города Мурманска, они именно за то, чтобы оставить прежнее название Мурманск город-герой. Этим все сказано. Понятно. Дорогие друзья, поделитесь своим мнением по телефону 99-45-45, дозвонитесь к нам, а также мы принимаем ваши сообщения на WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8-921-708-2006. Лен, какая сейчас вообще активность, то есть, однопартийцев? У нас есть звонок, давайте мы к вопросу вернемся. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Как зовут вас? Николай Первый. Николай Первый, вот видите, Николай. Ну, расскажите нам, пожалуйста, за вы такую идею переименования все-таки аэропорта, или вы не поддерживаете эту идею? Естественно, конечно, не поддерживаю. Дело в том, что я родился в этом городе в 68-м году, в общем-то, в роддоме номер один, и, в общем-то, всегда, как бы сказать, аэропорт в моем сознании – это аэропорт Мурманск, в любом случае. Хотя, в принципе, диспетчеры Скандинавии, в общем-то, Финляндии, Норвегии, Дании, в общем-то, называют аэропорт Мурмаши. То есть, у них это я знаю точно, в общем-то, так, чтобы было звучно и понятно. Порт называется, воздушный порт называется Мурмаши. Ну да, это внутреннее уже какое-то название, все-таки, да, мы все широко привыкли к городу Герой Мурманск, аэропорт города Герой Мурманск, его звать. Ну, в общем, вы не поддерживаете эту идею, да? Я не поддерживаю, и хотел бы сказать, что это очередная кормушка, реально кормушка. Давайте вспомним, когда переименовывали Ленинград в Санкт-Петербург. Сколько ушло средств. Давайте вспомним, когда меняли милицию на полицию. Сколько ушло денег из бюджетов федеральных и так далее. Я выступал однажды на Артек ТВ с проблемой о введении школьной формы. Сколько стоило введение школьной формы, и кто ее шил, и кому пошли все эти барыши в карман. То есть, переименование на самом деле, в общем-то, это общенациональная такая кормушка, придуманная, в общем-то, руководством для того, чтобы отвлечь, отвлечь, в общем-то, внимание электората населения. А мы не забудем, да, что, в принципе, в 19-м году будут выборы губернатора, которая никому не нужна. Вот. И, в принципе, вот это все, как бы сказать, оно завуалирует наши проблемы. Когда невозможно вылечить зубы, невозможно попасть на госпитализацию в Мурманскую областную больницу. Ну, в общем-то, просто есть вопросы, которые вы считаете, что важнее, да, чем вот конкретно переименование аэропорта. Я же правильно воспринимаю? Естественно, естественно. И все, конечно, я хочу передать привет, в общем-то, нашей любимой КПРФ, в общем-то. Я хоть и принадлежу, не принадлежу, в общем-то, к этой партии, но я, так сказать, являюсь, так сказать... Сторонникам. Да. Разделяете взгляды. Разделяю взгляды. И я хотел бы, конечно, чтобы и справедливая Россия, и КПРФ шли одним блоком. Спасибо, спасибо. И тогда мы победим. Спасибо, спасибо, Николай, большое. Ну, вот видите, Лен, вот такие вот мнения у нас есть. Ну, расскажите, может быть, вы тогда и ведете сейчас какую-то работу среди населения. Ведь это сейчас можно заручиться очень неплохой, мне кажется, поддержкой. Да, конечно, Мурманский городской комитет ведет прием граждан и свою работу. Мы собираемся каждую среду с 18 часов на Комсомольской 1. Это напротив стадиона строительства. Давайте мы еще одно мнение послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, очень приятно, Александр Сергеевич. Ну, расскажите, поддерживаете вы идею переименования аэропорта или нет? Нет, конечно же. Это очередная авантюра. Вы же помните все эти бредовые авантюры по поводу переименования милиции в полицию, во сколько обошлось это бюджетно. Да, вот сейчас мы только что-то об этом говорили. Это авантюра по поводу переименования ГАИ, ЕБ, 2Б, во сколько это все обошлось в круглую сумму. Это же очередная авантюра. Я не знаю, кто в этом заинтересован. Значит, как были анекдоты програничников, так они и остались програничников. А это же все, понимаете, правильно говорят люди, что, чтобы отлично от проблем каких-то. Спасибо. Это очередная авантюра. Отвлекают. Спасибо. Это сами как умный человек. Сами понимаете, что это очередная авантюра и глупость. Вот поэтому мы здесь сегодня и разговариваем как раз-таки о такой довольно-таки трепещущей последнее время теме. Потому что, Лен, вообще, какое есть мнение у коммунистов, честным ли путем проходит голосование? Конечно, нет. Такой отрыв. Тем более, я считаю, что если уж дело, разговор идет о нашем мурманском аэропорту, надо хотя бы дать возможность нам, мурманчанам, сделать выбор, а не подключать там, как бы, вот эти действия со всего света. Насколько просто я понимаю, просто просматривал перед эфиром как раз-таки сайт, что там проголосовать, в принципе, можно за любой город. Вот, да, то есть я, как человек, который проживает, я не знаю, в городе Героя Мурманск, могу проголосовать за переименование аэропорта, например, в городе Москва. Да, мой голос будет учитан. И еще, да, повторю, что здесь, конечно, власть использует административный ресурс, взять хотя бы эти волонтерские группы, да, которые ходят, вот, как бы, вот, у нас же определенные пункты, вот, где вот можно прийти, там, взять и в открытую, прям, пропагандировать и сказать, что вот именно ставьте, вот, пожалуйста, только за Николая Второго. Я считаю, что тут уже неправильно. Ну, вот оно что. Ну, я напомню, для наших телезрителей, телефон студии 994545, дозванивайтесь, давайте с вами обсудим тему переименования аэропорта. И если вы находитесь в другом городе нашего региона, не забудьте набрать 8 815 2. Также для вас работают мессенджеры, WhatsApp, Viber, Telegram, все это по номеру 8 921 708 2006. Лен, молодежь часто приходит сейчас в партию? Смотря, молодежь какой возраст? Ну, молодежь, ну, скажем, там, 18 лет, от 18, может быть, младше, то есть ведется какая-то работа, вот, такая, чтобы привлекать молодежь? Работа у нас как раз-таки ведется, вот, сейчас, в канун столетия в ЛКСМ мы возобновили в Мурманске работу комсомольской ячейки. Сейчас ведем набор, так сказать, желающих, вот, 9 декабря у нас будет собрание, также на комсомольской один. Пока я бы не сказала, что прям, вот, очень много желающих. Желающих, желающих, да, и все-таки к нам, если к нам и приходит, то приходит уже осознанно, так сказать, уже, то есть человек, который, вот, занимается, ну, дополнительно интересуется политикой, либо, вот, в каких-то, вот, кружках, все-таки это решение такое серьезное. В основном, сейчас, вот, что радует, к нам обращаются, вот, люди именно, вот, от 20 до 35, вот так вот, то есть в таком, вот, взрослом, взрослом, да, который, вот, понимает, что, что-то, вот, идет не так, и пытается, вот, определить. Вот, ну, что. Лен, еще тогда такой быстренький вопрос. Какие меры будет предпринимать КПРФ, чтобы избежать все-таки вот этой ситуации по переименованию аэропорта? Ну, мы планируем акцию протеста 15 декабря. Но место пока еще не определено, я так понимаю, или уже знаете, где будет проходить? Ну, у нас, честно говоря, закон-то разрешено не очень много, где можно провести. Мы планируем все-таки, наверное, в центре, вот, либо в сквере, где памятник жертвам Тревенца, будем просить, либо вот покорителям Аркти. Ну, сейчас мы продолжим наш разговор после небольшой короткой рекламы. Оставайтесь с нами. Продолжаем программу «Открытая студия» на волнах радиостанции «Рекорд» и в эфире телеканала «Арктик ТВ». Это совместный проект, который можно не только смотреть, но еще и слушать. Напомню, что в студии Артем Кузьмин, и у нас сегодня в гостях Елена Филатова, секретарь Мурманского горкома партии КПРФ. Сегодня мы обсуждаем тему переименования аэропорта города Мурманская. И напомню всем нашим зрителям и слушателям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон для связи с нами 99 45 45. Это если вы находитесь в Мурманске, если вы находитесь в другом городе региона, звоните с помощью кода 8-715-2. Также мы принимаем ваши сообщения на WhatsApp, Viber, Telegram по номеру 8-921-708-2006. Лена, вот у нас уже первая половина эфира пролетела, да, и мы услышали, вот были звонки, три мнения прозвучало о том, что, конечно, переименование аэропорта. Черная провокация, нам это не нужно. А есть ли такие, кто все-таки поддерживает эту идею? Вот мне даже хотелось бы сейчас обратиться к нашим зрителям и радиослушателям. Если среди вас есть те, кто поддерживает эту идею, пожалуйста, нам позвоните, как-то обозначите, потому что тема очень животрепещущая, и хотелось бы поговорить. Вот ты лично сталкивалась с такими мнениями? Да, у нас есть представители, так сказать, монархических групп, да, которые вот поддерживают вообще все, что связано с именем последнего императора Николая Второго. Ну, я считаю, что это прежде всего вот незнание истории все-таки, да, ну и стремление власти сыграть на этом. Вот есть у нас звонок, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как зовут вас? Алексей. Алексеевич, приятно, Алексей. Ну, расскажите нам, поддерживаете вы идею переименования аэропорта или нет? Я так считаю, что, знаете, я как бывший человек, который слишком много пробегал и про-воевал, я думаю, что нужно ее назвать какой-то, как бы сказать, не наших оголчелых, зажавшихся людей, а, я думаю, пацанов, которые действительно воевали. То есть вы готовы были бы, наверное, предложить свои варианты, да, какие-то? Ну, наверное, где-нибудь. Вы знаете, как у нас на севере люди воевают? Ну, конечно, конечно. Естественно, с историей севера знаком и родился здесь, поэтому, конечно, полностью и разделяю, кстати, с вами мнение ваше. Ну, а какие бы варианты предложили вы, вот хотелось бы услышать? Ну, вы знаете, у нас на севере партизаны очень тяжело воевали, вообще, в принципе. 45-е и вообще, вот, 45-е вот эти годы. А лучшая морская пехота была наша. Чечни, плавание. Ясно, хорошо. Спасибо большое. Спасибо за ваше мнение. Дозванивайте к нам в студию по номеру 99-45-45. Мы обязательно пообщаемся здесь с каждым. Напомню, что мы разговариваем сегодня по теме переименования аэропорта. Лен, ну вот, все-таки продолжим, наверное, разговор. Как же будем сопротивляться-то? Как коммунисты хотят бороться с этим? Все, понятно дело, 15-го там декабря у нас запланированы акции протеста, да? Выходите, ну, давайте еще один звонок. Примем. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Как зовут вас? Сейчас включила вас это самое. Как зовут вас? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Галина Николаевна. Галина Николаевна. Ну, расскажите нам, за вы все-таки переименование. Меня зовут Мончанька. Так, хорошо. Что я вам хочу сказать? Я, конечно, хотела просто даже так сказать. Город Мурманск, город-герой. А вот то, что сейчас у нас в ЖКХ творится, бардак в городе. И что эти компании у нас какие воровские мошенники. И мы нигде добиться ничего не можем. Это, кстати, коммунисты на заметку. Вы можете подождать. Все, хорошо, спасибо вам большое за ваше мнение. Лен, вот расскажи, пожалуйста, ведется как-то работа с населением? Ведь действительно, людей сейчас волнует не только переименование аэропортов. Но вот есть какие-то такие проблемы. Да. Вы как-то стараетесь помочь? И куда людям прибежать? Конечно, у нас ведут прием наши депутаты Мурманской областной думы. Это Антропов Михаил Васильевич, это Степахногин, Надий Васильевич. Пожалуйста, в газете «Мурманский вестник» либо на сайте публикуют даты приема, когда можно записаться. Каждую среду можно подойти к нам в городской комитет. Тоже как бы поделиться, мы поможем там составить обращение или передадим также вашу проблему депутатам. То есть мы стараемся. А насколько эффективно бывает обращаться к вам? То есть вот пришел, например, человек. Есть проблема в плане, например, жилищно-коммунальная, да, проблема. Я пришел, написал вам заявление. Чего мне ждать-то? Есть, бывают ли какие-то случаи, когда вопрос все-таки уже до конца доводится и бывает решен? Да, конечно. То есть это на регулярной основе проводится. Давайте тогда... Одно дело, когда, допустим, обращается просто человек, да, даже на уровне управляющей компании просто. А другое дело, когда все-таки это запрос от депутата. И нет, ведь это уже управляющая компания не имеет права. И вопрос даже иногда, ну, просто решается. Слушайте, ну это замечательно. А большая ли численность сейчас коммунистов? Много ли... Ну, если говорить о городе Мурманске, у нас сейчас около 200 человек. Мы пока вот храним эти параметры. Хотелось бы, конечно, больше, но... Ну, пора, значит, выходить, выходить пора в народ, то есть привлекать людей все-таки к вашим акциям протеста, например, вот 15-го числа. Поэтому давайте уж как-то подсоберить, поговорить. Хотелось бы обратиться также к нашим мурманчанам, чтобы все-таки люди не ограничивали себя, там, семью и работой, как-то вот старались вот шире гнуть на вещи и выразить свое мнение. Вот даже в той самой Европе как-то подход проще к этим акциям протеста, они боятся в них участвовать, да, и получается, то есть они какие-то проблемы решают, добиваются. А у нас вот мы, допустим, как бы проводим митинги, приходят только одни коммунисты. Я считаю, что это неправильно. Если человек хочет решить какую-то проблему, как можно решить, надо в первую очередь начать с себя и прийти хотя бы на митинг, показать, что вот я здесь, я готов, я хочу, что пласть меня услышала. Лех, может быть, проблемы-то в информированности? Нет? Ну, я считаю, что с использованием сейчас интернет-ресурсов, проблемы-то в информированности нет. Только, конечно, вот мы не можем пока использовать административный ресурс, да, вот как бы выходить вот так часто на телевидение или как-то вот еще лакетировать, приглашать. Ну, в общем, вы делаете все, что возможно. Да, мы создаем наши группы, у нас работает наш сайт, поэтому... Насколько сложно вступить в партию? Вот есть человек с улицы, например, да, он хотел все-таки разделять взгляды, хочет попасть в ряды коммунистов. А вот я отключилась, что это самое слушаю. Я бы вот и хотела просто сказать, что вопрос это, сколько мы год бьемся. Это просто позор. Это Скарла Липникова 21-22 с 7-й квартиры по сельской говорит. Уже и прокуратуры, никто не работает. Давайте попробуем с коммунистами. Алло, да, послушайте, я вот сейчас специально дам для вас небольшую информацию. Лен, когда можно к вам прийти? Вы попробуйте, если вы сейчас нас видите и слышите, обратиться в партию КПРФ. Я думаю, что там вам смогут как-то, может быть, помочь. Куда, Лен, обратиться человеку вот с проблемой по ЖКХ и когда можно к вам прийти? Каждую среду с 18 часов Комсомольская 1, напротив стадиона «Строитель». У нас желтенькое двухэтажное здание. Каждую среду, может быть? Каждую среду, да. Все, и продолжим тогда наши разговоры в отношении того, насколько тяжело попасть и вступить в ваши ряды, что нужно сделать для этого человека, куда прийти, кому писать и как вообще происходит процедура воспринятия партию? Ну, для того, чтобы вступить в партию, нужно, во-первых, к нам прийти, опять же, на Комсомольскую 1, либо на каком-то нашем мероприятии подойти. Потом мы человека пригласим на собрание в какую-нибудь первичную организацию, пообщаемся, ну и в принципе... А сколько первичных организаций вообще в городе сейчас? В городе Мурманске у нас сейчас 12 первичных организаций работает. То есть это вот 200 человек, это... Да, да, они все разделены на группы. Они все разделены на группы и всего в городе их 12. Область активно работает с вами? То есть вот представители других городов региона? Ну, стараются по мере возможности принимать участие в каких-то наших акциях. То есть, ну вот приезжают на какие-то протесты, да, выступают? Выступают, да? Дорогие друзья, напомню, что мы работаем в прямом эфире, телефон 99-45-45, дозванивайтесь к нам сюда. Мы сговорим сегодня в отношении переименования аэропорта города Мурманск. Напомню, что есть три варианта, это Николай, второй Романов, который сейчас у нас лидирует. Там количество голосов 55199, Иван Попанин 50237 и Борис Сафонов 10696. У нас есть телефонный звонок, алло, здравствуйте. Добрый день. Как зовут вас? Слушайте, ну как ни странно, меня Владимир зовут, как ни странно, я за переименование самого аэропорта, именно не города же, правильно? Вот, вот. Как будто это Николай Второй, да, но город Мурманск, город-герой, это определение, его можно оставить. То есть, как определение города, куда прилетел человек. А название, ну, чего плохого-то для России, для Российской империи, в свое время это Николай Второй сделал, это царь, это, в принципе, история наша, пускай останется, пусть будет. И я думаю, что наши 200 человек протеста, они особо роль не сыграют. Большинство все равно в России понимают, что без истории никуда не денется, без прошлого нет будущего. А вам, конкретно, вашему радио, я хотел бы сказать, что, ну, люди, сами видите, да, которые звонят, я сейчас слушал каждый звонок, я понимаю, что люди любого возраста слушают, и все хотят позитива, а ваше радио, наверное, самое позитивное в Мурманске. Да. Даже люди, которые, ну, так, в плохом настроении звонят, но слушают они вас для поддержания хорошего настроения своего, для поднятия духа. Спасибо большое, спасибо вам за ваше мнение, за ваш звонок. Лен, ну, вот такие есть мнения, что можете сказать по этому поводу? Ну, давайте вот обратимся опять к истории, да, вот если, как у человека сказал, что есть история, достойно ли это чести, достойно ли это чести, вот, так, сейчас, извиняюсь, да, мыслей много просто. Я понял. Думаешь, с чего начать. Поговорим вот о Николае Втором, да, вот, что плохого он сделал. Ну, действительно, это человек, который расстрелял мирную демонстрацию 5 января 1905 года в Санкт-Петербурге. Это человек, который, убивший десятки рабочих ленских приисков в 1912 году. Это человек, проигравшись с позором, которого до того не знала Россия, да, русско-японскую войну, уничтожив весь наш русский военно-морской флот. И вот, кстати, по вопросу возникновения города Мурманска. Вид с этим предложением вышел еще в 1894 году. Более пяти раз, по-моему, он обращался к Николаю Второму с предложением, что вот нам необходим город, да, где вот есть выход, так сказать, в море. И потом, когда началась эта вот война, и русско-японская потом Первая мировая, эту необходимость потом осознали. Но после того, как порт Артур уже был взят. Если бы сразу... У нас, Лен, к сожалению, время эфира подходит к концу, поэтому спасибо за то, что поучаствовали сегодня в эфире. Спасибо нашим радиослушателям, телезрителям. Мы с вами прощаемся, услышимся завтра. Всего доброго и до встречи. Пока. Открытие студии